Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии працует Наталья Игнатенко. Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии працует Наталья Игнатенко. Такая необходность лумачится двумя причинами – проведением святочных мероприемств и моцными морозами. По стану на 11 годин сегодня в «Гомеле» зарегистрированы 17 дорожно-транспортных здоровья. Потерпелых людей нема, але машины отрымали механичные пошкодженни. В совести со складанной ситуацией, якая склалася на дорогах, Держа-Аутоинспекции рекомендует устрематься от выкористания автомобилев, особливо на нешматлюдных дорогах. При кировании авто пропонуется заховывать худкостный режим, повеличить дистанцию и боковые интервалы, относенных до інших транспортных сродков. А про ЧАГУ супрацовники ДАИ будут оказывать допомогу водителям, які покутують от моцных холодов. Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы. Учитывая также то, что погодные условия у нас значительно ухудшились, Госавтоинспекция работает в валенках, дабы не замерзнуть на линию. Также в течение дня сегодня сотрудники Госавтоинспекции будут ездить по городу и помогать тем, кто попадает в затруднительные ситуации, поесть людей и чаем, помогать всяческую, оказывать всяческую помощь. Традицейно, подчас моцных морозов, белорусский червонный крыш да помогает найбольшу разливым категориям насельництва. Гэта у першу чергу бездомные и одинокие люди. Гомельская областная организация белорусского товарыства червонного крыша да морозов подрихтовалася. У регионе, подчас несприяльных умов на дворье, працуют пункты обогреву. Тут люди без певного места жихарства отримливают гарачую ежу, горбату, а так само теплое оденье. Одиноко проживающих людей сестры милосердности наведывают дома. Нами была сейчас объявлена акция по обеспечению питанием предметами первой необходимости и лекарствами пожилых граждан на даму. С сегодняшнего дня наши сестры милосердия доставляют молоко, хлеб одиноким проживающим пожилым гражданам. Не дасть замерзнуть червонный крыжа удельникам колядных набоженствов. Сегодня и завтра мобильный пункт обогреву будет працывать коля Петропавловского собора в Гомеле. На Гомешчине завершается подрыхтовка до проведения областного этапа Республиканской Олимпиады по школьных предметах. У гэтым годзе яна пройдя на 11 пляцовках у Гомеля и Жлобина. У яких умовах будут проживать и змогаться, лепшая навученцы региона, ведая Олег Синцерову. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад, установу прав техэдукации, по-перше тут есть учебные кабинеты, по-другое – интернаты для проживания олимпиадников, правда есть и выключение, практичные туры по информации, биологии, химии, продаются на базе Гомельского державного университета. Свои веды по 17 предметах продемонстрируют 1200 наученцев, доречить колькость уденников от кожных региона неодноковая и задержать у тымнику от колькости научальных установок. Калинии по среднам Гомель на областном этапе проставить 388 наученцев, то Мазырский и Светлогорский районы по 96, Ветковский – 12. Самыми одоранными и потенциальными кандидатами у областную сборную навод поспели провести шерох занятков на базе ВНУ. Ребята, которые вошли в потенциальную сборную по химии, биологии, физике, географии, занимались на базе университета имени Франциска Скорины, на базе лаборатории университета. Потому что без вмешательства высшей школы уже подготовку олимпиадников высоких достижений мы организовать практически не можем. Поэтому мы привлекаем и высшую школу. А это говорит о том, что уровень знаний ребят, конечно же, возрастает. Организаторы олимпиады по школьных предметах не утоиваются. Для того, чтобы стать первомышцем республиканской олимпиады, зусим не перешкодить ознайомиться хотя бы с початковым курсом высшей школы. Хоть и подчас непосредственно областного этапа для олимпиадников створить не только умовы для самоподрихтовки, а и комфортного проживания. Покои в интернатах уже очекают гостей. У ЁС проведут культурно-заболеальные программы, организуют работу спортивных секций, библиотек и компьютерных классов. Особливую увагу меркуется взялись строгому укананию санитарных потребований. Зонникам попередника и незавседы станочного опыта все продукты, привезенные с дому, олимпиадникам порекомендуюсь не уживать. У замены им организуюсь трехразовое бесплатное харчевание. Коли их этого будет мало, можно лишь приготовить на кухне, а не только со свежих продуктов. Уже в течение двух дней мы проводим мониторинг всех площадок. Готовность стопроцентная, можно заселять детей и принимать участников олимпиады хоть сегодня. Православные верники у сего свету рыхтуются до святкования Рожства Христова. Сегодня опошний день, який попередничает одному из головных святов християнского календара и называется он Куття. Это час покаяния и усмотненной подрыхтовки до Рожства. Так само это день саблива строгого посту. По традиции он заканчивается с азявлением на небе первой зорки, якая обвестила у сему свету обнароджение Сына Божого. С этого момента и начинается святкование Рожства. Провести этот день в добрых делах, если можно, если позволяет, конечно, расписание человеческого дня. Но всегда надо, конечно, подготовиться к Рождеству, приготовить свою семью, приготовить свою душу. Если не в этот день, то заранее сходить в храм или прийти на Рождество Христово, поставить свечу, помолиться о благополучии своих ближних, своей семьи. Но и, конечно, дарить в первую очередь любовь окружающим нас. У гостей давучни у Мазырской городской школы номер 13 завитали выхованцы детячего дома. Тут пройшел районный этап республиканской акции «Цуды на Рожство». Подребязности у наших мазырских коллег. 11-й годовый Илья Черняков все лет и переконался. «Цуды саправды отбываются. И в новогодние святы, коли знаходишь под елкой жаданный подарунок, и напередать нерожство, которое святкуешь в шумной компании одногодков». На Новый год я заказал колонку, и мне ее подарили Дед Мороз. Мы с Дедом Морозом хороводы водили, играли, много что еще делали. Разом с иншими выхованцами детячего дома Илья стал удельником великого святочного мероприемства в стенах 13-й школы. Доброченная акция «Цуды на Рожство» объеднала як пионеров Мазырщины, так и детей, які опынулися у складанной житевой ситуации. Рождество – это время чудес, добра и приключений. И, как известно, все мы верим в доброту, и что чудеса сбываются не под Новый год, так как на Рождество. И наши пионеры приняли участие активно в пионерской благотворительной акции «Цудеса на Рождество», которая идет в эти замечательные дни по всей республике. Подарываться плой и клопа тем, кто в этом особливо мое потребу. Одна из головных задач колядного проекта пионеров. До акции рыхтавались за некольки тыдню. У школьных творчих мастернях робили сувениры, сбирали присмаки и выразали головный символ акции – червоную рукавишку. Мы своими руками изготовили красные рукавички, символы акции, собирали сладкие подарки для детей-инвалидов нашей школы. Также наши пионеры-тимуровцы сделали собственными руками сувениры для детей из детского дома. У всех присутствных забавляли энергичные Дед Мороза с Нягуркой. У подарунок маленькие жихары райцентра так само отримали видовищный спектакль от театральной студии «Глобус». В музее редкой книги областной библиотеки имя Ленина открылась выстава под названием «Рукой автора» у экспозиции в выдании 19-го, початку 20-го стагодзя. Каштовность этих книг в том, что они утримливают у себя фоксимили рукописов и малюнков, сделанных авторами. Фоксимили – это докладное узнавление рукопису, документа типа подпису. Копии рукописных текстов друговали и ранее, правда, это был складанный процесс. В 19-м стагодзе с развитием фотографий стало простей. Однако все равно книги с фоксимили каштовали неотанно, и дозволить их себе мог не кожным. Книга, украшенная записью, фоксимилия записью автора, это, поистине, богатейший экземпляр, который являлся гордостью книжной коллекции каждого владельца. У нас сейчас такие раритеты, каштованные еще и тем, что дают макшимость ближе познайомиться с классиками сусветной литературы. Вядома, что почерк, адлюстровывая характер человека. В экспозиции книги с коллекцией князев Паскевичев и фондов библиотеки. Выглядели информационный выпуск телерадиокампании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч у эфиры.